Мы должны четко понимать, что сегодня военные действия происходят не только на Донбассе. Во всех сферах политики и экономики мы воюем с Российской Федерацией на разных полях. Даже если мы посмотрим цели и задачи, вы скажите, что захватывает этот Донбасс? В чем смысл Крыма? Там какое-то нефть, золото? Нет. Есть вопрос дестабилизации Европы. Не столько даже Украины, сколько Европы в целом. Это то, что я всегда доношу в парламентской ассамблеи Совета Европы. И санкции – это один из действующих механизмов оружия против российской агрессии. Потому что то, что бьет по карману российских, как это правильно сказать, наемников или же кукловодов, вот это они действительно чувствуют. Вот тут они действительно касаются. Знаете, это действительно что-то их личное, когда они теряют собственные украденные доллары. И наша задача не только увеличивать список санкций, а еще делать санкции более качественные. Из мировых примеров могу сказать так, что я бы очень хотел, чтобы российские активы на сумму ущерба Украины были арестованы в Соединенных Штатах Америки. Я бы очень хотел, чтобы санкции были более глубокие и были запрещены российским банком операции в валюте США. Вот это было бы действительно ударом по экономике, действительно ударило бы как-то по рукам. Наша задача все-таки правильно показать, что России с рук не сойдет, что Крым не станет очередным замороженным конфликтом. Донбасс не станет черной точкой, как Проднестровье. То есть нам важно, чтобы мы продолжали борьбу и было четкое понимание, что цена победы – это полная докупация наших территорий. Докупация территорий – рост нашей экономики, развитие нашей страны. И опять же, мы не себя защищаем, не на нас напали, а напали на европейские ценности, напали на европейские принципы. И мы сегодня делаем большое одолжение Европе за то, что боремся с мирной проблемой своими руками, своими солдатами.